Представители севастопольского казачества привлекут к службе в вооруженных силах России и поселят в местах компактного проживания. Такое решение было принято правительством города. Утверждена государственная программа развития казачества в Севастополе до 2020 года, на которую из бюджета планируется выделить 88 миллионов рублей. Согласно программе, основная цель – создание и совершенствование системы взаимодействия региональных органов государственной власти и общественных организаций с севастопольским казачеством. В правительстве Севастополя хотят привлечь казаков к государственной и военной службе, к мероприятиям по охране общественного порядка и обеспечению безопасности региона. Для поддержки развития казачества на основе разрабатываемого генерального плана Севастополя в городе до 2025 года создадут хутора и станицы. Кроме того, членам казачьих обществ, прибывшим на службу в Севастополь, власти окажут содействие при покупке или строительстве жилых домов. Также исполнительная власть города хочет создать специальные казачьи классы в школах и казачий кадетский корпус ради развития и сохранения казачьей культуры и традиционного образа жизни казаков. Осуществление госпрограммы предусматривает поэтапное финансирование. В 2016 году намерены выделить 15 миллионов, в 2017 16,5, в 2018 году 17 миллионов 600 тысяч рублей, в 2019 19 и в 2020 20 миллионов рублей. Вопрос выделения финансовых средств рассматривался на заседании Законодательного собрания города. Депутат Виктор Посметный выступил с резкой критикой госпрограммы по развитию казачества. Он подчеркнул, что в Севастополе казачество исторически отсутствовало, а формирование такой структуры искусственное. Отметив, что 15 миллионов, заложенных на эту статью расходов, разумнее направить в другую сферу. Я считаю, что в отсутствии закона о казачестве, который в настоящее время не внесен даже, и мы не знаем, что это такое, поэтому эту статью расходов предлагаю убрать на социальные направления. При этом деньги из бюджета получат не все казачьи сообщества, а только те, что готовы пойти на государственную или воинскую службу. Что касается так называемых «ряженых казаков», которые могут покуситься на госсредства, то их, по словам заместителя директора Департамента внутренней политики правительства города Владимира Тюнина, будут вычислять. Они не имеют права участвовать в госпрограмме, поскольку не состоят ни в каких казачьих организациях. Насколько необходимо тратить деньги из дотационного дефицитного бюджета на развитие казачества, учитывая тот факт, что на финансирование ветеранских организаций в 2016 году в бюджете правительством заложено почти в два раза меньше средств. Вопрос финансирования казачества в Севастополе будет окончательно решаться на будущей неделе. На очередной сессии законодательного собрания будут внесены поправки в бюджет.